здравствуйте сегодня рада приветствовать вас в нашей студии я так думаю что же все-таки должно преобладать коллективе чтобы коллектив рос не хотела бы нас представить а теперь я хотел бы вас здорово сергей кайна режиссер пиар-технолог и режиссер в том числе александр серегин историк автор проекта россия анастетия храпова продюсер меня ксения газлева ребят давайте начнем вопрос интересный что же все-таки должно преобладать дружеские отношения или какие-то ступени какие-то как должно быть коллективе в любом коллективе просто здесь взрослости участников коллектива зависит уже от того как дружба мешает или мешает работе если все люди адекватные считают все могут распределить что здесь у нас рабочие отношения потому что мы здесь зависимы и материально да и результат дела должен быть мы должны на работе быть рабочим ну как бы частью единого механизма если ты взрослый человек ты не задаешь вопросов ты делаешь то что нужно для ну на во благо команды вышли за порог начинается дружба взаимоотношения дружба и во время выполнения работы тоже уместно если единый организм ну это я идеалист я вижу так что каждый руководитель сам своим своим своего как говорится направление то есть главный руководитель который распределяет эти задачи а внутри человек уже сам должен самоорганизовывать ну такая по-взрослому на мой взгляд и пример этому я наблюдал в больших сферах бизнеса где мы видим ну в основном это конечно происходит между людей которые уже каждый взял свое направление и за ними уже идет ряд исполнителей да мы на стороне какого цвета насти сегодня на стороны черный мое мнение что дружба она мешает работать потому что я сама тоже там руководила и когда ты включаешь какие-то проекты своих друзей то тут уже начинается дружба начинает мешать потому что друг друг думает что ты к нему лучше относишь можешь относиться к чем к другому человеку думать что ты можешь ему сделать по бласке особенно понимаете есть еще такое понятие да когда ты вы на одной линии стоите да и вы как бы вы вдвоем вы выдам например два продавца вы конечно будете дружить против своего руководителя и будете вам вам будет но как только кто-то поднимается выше в этот момент человек человек который остался ниже он начинает думать а значит я с помощью дружбы могу и начинается побратимость а можешь меня раньше отпустить с работы или там а можно я сегодня не приду я что-то кошка заболела рожает там еще что-то отношения это не обманывать получать но к сожалению очень часто бывает действительно так поэтому для меня в первую очередь это не дружба дружить там да за рамки просто многие к сожалению у нас не разделяют рабочие отношения и дружбу они начинают это смешивать и если например руководство ты например как руководитель говоришь своему подчиненному того же другу говоришь ему замечание в итоге от начинаются обиды не на тебя как на руководителя а как на друга и в итоге начинается обиды а если вы еще не дай бог например вместе еще и живете то что получается вообще не разговаривать или как муж и жена я познаю много случаев когда все говорят Родственники, друзья мешают работе Настя, вопрос, скажи, пожалуйста, что такое руководитель Кто такой руководитель, как ты считаешь Какими качествами он должен обладать Холодным рассудком, в первую очередь И четко понимать, что нужно компании Ты понимаешь, например, если ты руководитель Ты можешь сказать, ты мозг своей компании И ты понимаешь, что для жизнеобеспечения Работы своего тела Тебе иногда нужно отрубить свой палец Потому что, например, иначе будет полностью гангрена Хорошо, что палец Да, например, вот здесь у тебя палец Это вот какой-то, например, твой работник Который вот здесь вот кухнет Надо с холодным рассудком его иногда отрубить Потому что лучше остаться без одного пальца Чем без всей руки Девчонки, пожалуйста, очень хорошая дискуссия Но сейчас, к 21 веку Люди невероятно разболтались Все стали жадными, лживыми Коростолюбивыми Завистливыми, так сказать Общество само деградировалось На основе того, что Все мерилом являются только деньги И в помощь нам Всем в этом процессе Естественно Технологии CRM-системы И другие системы Которые без гнева и эмоций Отслеживают выполнение работ Отслеживают то, что человек сделал Отчетность И все это видно невооруженным взглядом Вот чтобы быть успешным коллективу Чтобы он работал хорошо И нужно обязательно быть на постоянной связи Потому что у кого-то возникает идея У кого быстрее получается продвинуть какой-то материал Нужна вот эта вот взаимопомощь Взаимодействие Плюс синергия И цель, естественно Спасибо, Саша, за мнение А вот еще такой момент По поводу руководителя И как он взаимодействует со своими С коллегами, со своим коллективом Что-то он должен Помимо того, что он руководит И назначает задачи Мне кажется, основной целью Это мое личное мнение Является замечать даже маленькие победы Даже маленькие достижения Это очень важно Потому что из этого складывается общий пазл И критика допустима лишь в контексте Дальнейшего одобрения Это естественно Я говорю о том, что есть какие-то большие глобальные вещи А есть маленькие недостающие части Это очень важно И грамотный руководитель заметит это И поймет, что это складывается Ему подскажет машина Можно рейтинговать Это все искусственный интеллект Ну не справится Никто не говорит про то, что нужно использовать только один кнут Если руководитель использует только один кнут Он превращается в деспот И весь коллектив не справится Он уйдет оттуда Поэтому нужно и хвалить Это кнут и пряник Вот если ты выполнишь У тебя будет пряник Не выполнишь кнут Это слову о этих зомбированных всех остальных людях Которые могут знать две кнопки У тебя хорошо и тебе плохо А просто люди Просто обычные люди Которые Сожалеем Они идут Да, извини, на себе это говорю Которые идут к одной цели У них есть вот одна цель Они ее видят Все, что они могут сделать Это объединившись к этой одной цели И идут туда Если мы будем кого-то здесь кнутами и пряниками Мы никогда не дойдем до этого стакана с водой Никогда Он просто Этот путь настолько запутается Что мы пойдем кнутами, пряниками Еще куда-то Руководить Это не руками разводить Руководить Это показывать примером своим собственным Как это нужно сделать Это единственный путь руководящего Можно я дополню вот это все сейчас Потому что мы здесь на самом деле Говорим о вещах как бы совместно существующих Потому что я говорю о работе команды Которая является как бы верхушкой айдерами Они знают мою глобальную цель Но у них есть своя цель по этому направлению И вместе мы стратегически и тактически решаем какие-то вещи Но я не лезу в его руководство Я не выстраиваю кнуты пряники в его коллективе Это его, как говорится, привилегия И привилегии, и его работа, и его задача Потому что я по себе знаю, что я мягкий человек Я не могу, как Настя говорит, всех начать бить Нет, я могу это начать делать, конечно Но это закончится тем, что все просто обидятся и уйдут И я останусь гордый один в поле Разные задачи Но так или иначе, вот ты говоришь, разные задачи, несколько планов У них есть еще подчиненные, которые мы разошлись А что самое главное, ты все равно понимаешь, что и там, и там Раз ты уже дал эту ветку, эта ветка пошла Она, в принципе, идет от тебя, правильно? Ну конечно И логично, что там все-таки есть какие-то моменты, такие же, как тебе есть, правильно? Я спроецирую свой профиль на того, кого я выбрал своим партнером Он же мне должен быть близким человеком по духу И поэтому он тоже является чем-то похожим Раз я ему понравился с моим проектом Раз он стал моим партнером Раз он подхватил мою идею по месту свою Конечно, он от меня перенимает, ну, больше идеологическую нотку, там, воодушевленность Но он должен как раз оставаться тем жестким деспотом, который будет притворять идею в жизни Да, но методами удобными и известными ему, понятными ему, правильно? Понятно, если все станут вот такими свободными художниками И под его руководством будут работать такие же Мы далеко не уедем, все превратится в базар Базар должен быть наверху, и он должен быть не базаром Нужно быть обсуждение стратегии с четкими, понятными выводами и планами Люди в основной массе ленивые Они приходят для того, чтобы провести там время Надо найти, надо простроить систему таким образом Чтобы у нас человек, даже, там, самого низшего, там, условно, уборщица какая-то Она понимала свою заинтересованность И заинтересованность в том, чтобы давать больше и лучше и качественно Это всего лишь просто надо как формулу прописать В каких условиях она будет максимально эффективна И бежать на работу с удовольствием Вот это дружба, я считаю Бывает очень хороший человек, но работник никакой Давайте мы послушаем Марию Озаренок У нас на связи, с вашего позволения, Маша И узнаем, она является блогером, основателем четырех бизнесов И бизнес-тренером Мы в эфире, Маш Такие вопросы Расскажи, пожалуйста, как ты взаимодействуешь со своей командой Какой ты босс, Маш И как ты со своими партнерами, бизнесами Как ты умудряешься Находишь ты вот этот баланс между дружбой и какой-то иерархией Ну, например Или все-таки есть золотая середина И расскажи нам о ней, пожалуйста, Маш У меня есть сегодня три ассистента Каждый из них отвечает за определенный пласт работы Если я не ассистент, это не значит, что я у них босс Мы договорились, и есть определенная зона ответственности С той стороны, с моей стороны Зона определенного контроля И через определенные инструменты Там через релuje, через задачи Через проекты То есть у нас в бизнесе построена система работы через проекты Мы работаем проектами А в делом проекты, в рамках проекта есть задачи Я буду держать правильные рэйферы-тое точки все равно он есть какой потерять работу это общее дело просто потеряешь возможность больше учат но ты просто отсекаешь людей которые тебе не нужно а если например руководитель не может отсечь человека вот не выполняет он одно задание 3 4 5 6 не может одну задачу с ним идет наверное какой-то разговор и допускается он до второй задачи уже под большим вопросом или нет скорее всего на какой-то испытательный может быть им дает дается шанс не не сильно влияющий на какой-то общий процесс любые возьмите выбор тусов любой заказ проектный как вот у марии мы точно также работаем приходят проверенные люди коллективы до 100 человек они работают в полях они работают кандидатом одни гримеры вылукается я не лукавлю это компании которые успешны которые дают максимальный эффект 32 процента коммунистам это не шуфры мухры я понимаю что-то я хочу добавить у тебя существуют люди которые априори хочу ки которые только хотят там я сделаю я мотивируйте там у меня получится ла 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 мотивируйте меня существуют люди которые называются дуэры какого какого ду делать это не тут и делают иногда они говорят иногда они не говорят и задача по вашему счету в любой теме отделить людей а вот найти человека который в текущей ситуации это не значит что хочу как всегда будет хочу кей в любой ситуации через какие-то трансформации есть люди которые не проходят лично природной и они приходят в стадии что они готовы что-то создавать ну реально давать эту ценность в этот мир да не просто намерение да не просто прийти в хорошее место теплое место все эти протяженные штаны например если мы говорим про оклад и про команда человек может трансформироваться в этого дуэра но я почему я должна терять время своей жизни на то чтобы его мотивировать угрожать я так вижу мне так идти по жизни кайфово разрастно и вокруг меня формируется определенная прослойка именно таких вот про активных людей у марии кнутый пряник он у нее на входе она не тратит время в процессе на кнутый пряник зачем выстраивать не желающего работать человека когда надо просто немножко с ним на входе определиться ты готов работать ты будешь убедиться в этом и дальше спокойно уже с удовольствием бежать правильно совместно то есть надо быть жестче на входе и уже спокойным и лояльным посередине отдавать свою энергию на создание да но я бы не называла это жестче это называется скорее быть конкретным понимать какие у тебя критерии к эффективному партнеру или сотруднику или как ты видишь если у тебя есть эти критерии не надо идти на компромисс и отходить в сторону потому что некоторым кажется ну вот этот человек в принципе подходит и вот вот наверно с натяжечкой можно его взять но в этот момент я этого человека и закрываешь вход к следующему который мог быть идеально то есть это к вопросу о том идти на компромисс или нет если патовая ситуация и нужно срочно сдать сроки тогда бывает что приходится где-то переплатить или поработать с кем-то с кем-то мы спасибо огромное да можно даже прямо все ваши слова брать к руководству действия но я с вами солидарен абсолютно моя позиция нет я осталась при своем мнении просто мария не поменяла мои слова просто у нее совершенно другое да она она может например если я руководитель да я не могу выбирать например себе людей если если ты вставлен такие условия что у тебя например как у меня работает сестра она не увольняет она не принимает на работу она работает с тем коллективом который не хочет работа и дали который ей дали да они она выбирала этот коллектив ей дали этот коллектив и она не может на выходе убрать хочу и оставить на момент ситуации понятно не она там принимает поэтому 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 там жестко действует кнут и пряник ну вот вот у меня вот по ощущению я вообще стараюсь на вещи смотреть немножко со стороны да вот сейчас вот у нас есть как бы я уже стал неким цензором есть версия марии да с которой мне очень как бы то есть я солидарен есть вот версия сестры твоей сестры я понимаю что это прошлое так жить нельзя то есть никакой кнут пряник никогда не исправит никакого тогда надо просто надо надо вообще просто подходить немножко по-другому ко всему надо ну в общем есть сегодня и и будущее да зачем это вот такой умный подход бизнесу и кадровому вопросу есть некие там стереотипы со шаблоны по которым мы почему-то до сих пор стараемся еще жить считая их наверное что но также жили миллионы лет и чудом еще будем изобретать велосипед нет иди готовь лет но помимо этого должен быть еще человек высоким профессионалу своего дела а это уважаем к самообразованию и самопониманию это уже закончим все-таки на единение так или иначе мнение разделились давайте так видите в себя и в людей вокруг вас и все у нас у марии озаренок и сергея тайна у нас и храповый ксени гордина обязательно получит и у александра серёгина когда-то ушел он как кот гуляет сам по себе снял микрофон и ушел приходите к нам еще все пока пис ну я например сделала вывода что если люди не хотят работать с ними просто надо прощаться